Встать на ноги на второй день после сложной операции на печени. Теперь такое могут позволить себе пациенты республиканской больницы, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. В клинике проводят 700 сложнейших операций в год, из которых почти 60% методом эндоскопии. Валерию Николаеву, жителю Канажского района, операцию сделали пару дней назад. Уже сегодня он дает интервью и рассказывает, через что ему пришлось пройти до того, как он попал в руки профессионалов. Ольга Алексеева продолжит. Пришел домой после работы и почувствовал недомогание. Лекарства не помогли, вспоминает Валерий Николаев. Приему терапевта тоже ни к чему не привел. Без диагноза Валерия отправили домой. Через три дня пришлось вызывать скорую. Никогда не ожидал такого, что так резко заболею. Потому что я все время бегал, бегал, работал. После ряда исследований пациенту все же поставили диагноз. Поражение печени. Операцию провели незамедлительно. Операция прошла успешно. Говорят, спасибо этим братьям, кто делал мне операцию. Нормально чувствую. Бегаю и уже вон. Хирургия печени, поджелудочной железы, желчных протоков. На базе хирургического отделения Республиканской больницы за год проводят до 80 операций на этом жизненно важном органе. Если имеется, допустим, на образование в правой доле печени, в которой четыре сегмента, удаляется не вся правая доля печени, а только два сегмента, допустим, которые задействованы. Это и радикально, и по канонам онкологии. И больной переносит эту операцию легче. И, скажем так, реабилитация в послеоперационном периоде проходит проще. Для того, чтобы освоить высокотехнологичные, малоинвазивные операции на печени, врачи больницы обучались в ведущих клиниках страны и зарубежья. В рамках медицинского туризма в Чебоксары приезжают пациенты из Ульяновска, Ешкаралы и других регионов России. Ольга Алексеева, Елизавета Цветкова, Бахтиар Велиев, Республика.